И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами опять Олег Аллавгудвин и мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и сейчас снимаем специальное видео только для тех, кто отучился у нас уже на курсах, это для внутреннего пользования, массаж спины, как его правильно делать, с минимумом объяснений, чтобы было недолго, да, а чтобы вы могли этот ролик использовать с той целью, чтобы вот поставили, смотрели и демонстрационно сразу выполняли ту последовательность, которая именно важна в такой очередности, которую мы будем делать, да, и с тем намерением, которое мы хотим достигнуть от тела человека. Это, соответственно, сразу воздействие на курсах, связанный аппарат с декомпрессией, ну вот по нашей схеме, как нарисовано на доске. Как заметили, мы уже начали, и я потихонечку вхожу в тело человека, пока не массирую, просто размазываю по нему масло, даю понять, что будет у нас и локтевая техника в том числе. Потихонечку ускоряюсь, у нас начинаются согревающие техники, это что? Это растирание. Любые спиралевидные, несколько проходов делаем поперечные, ну, как вы знаете, у нас на растирание много времени не тратится, потому что делается достаточно быстро, энергично. И продольные всей широты, то есть ладони по спине, и внедряемся от крестца по крестцово-воздушному сочинению, проходим вот эти мышцы, да, вот так они идут. Далее между паравертебральными и артистными отростками быстро стежковая техника, пиление такое, разделили сначала на четыре части, да, теперь на три части. Каждую часть проходим три-четыре раза. Теперь на две части. И теперь на одну часть. Как видите, мы стараемся всегда в каждом движении, в будущем будете видеть, захватывать трапецию. Перешли к нашей зоне номер один локальной. Это самое близкое к сердцу, поэтому я всегда начинаю массаж с левой стороны. Продольную вдоль мышц плеча, включаем предплечье, затрагиваем уже шею с методом роллинга, разворачиваемся перпендикулярно и доходим до ягодичных мышц. Следующая зона – это поясничные и ягодичные мышцы. Начиная от крестца, быстро-быстро, чтобы был слышен шорох. Ших-ших-ших-ших. Растираем продольно мышцы ягодичные, поперечно, локсевые техники, как видите, включены и доходим к подагонали. Теперь до самого верха, в подключичную зону, вводим лимфу с выжимкой, вводим с утяжелением в поддумышечную зону. Вот туда. И переходим к следующему этапу – это разные вибрации. Первая вибрация у нас – это двойной кольцевой захват, как в классике делается, да? По боку прошлись. Нам все интересуют по верстебральной мышце. Более мелкий захват, и мы более так дробно пускаем змейку. А задняя рука, вот это видите, раскачивает тело. Дополнительно растрясает позвоночник. Вторая вибрация – тряска осины. Третья вибрация – в тело человека входим, пропускаем почки. А вот на реберной дуге можно уже посильнее. Также меняем амплитуду, где надо – то можно. Более дробно, где надо – можно более грубо. Воздействуем на реберно-поперечное сочинение. Вот они идут. Примерно четыре пальца от оси позвоночника. Следующий прием – это качающие подстукивания в позвоночник. Пластистые отростки. Также запускаем вибрации. Видите, таз шевелится. В этот момент у нас большой палец, подучка большого пальца тестирует. Фаланга пальцев внедряется глубоко в тело человека. Давая понять, что мы переходим к более глубоким техникам, разминающим это уже в кулачковой технике лапы леопарда. Шестеренки. Шестеренки друг на друга. Подъем лопатки. Раз, два, три. Теперь подъем полночи лопатки и, как бы, сотрясая ее с вибрацией, она вытекает и падает на стол. Плюхается. Круглые мышцы не забываем. Мы заново уже проработали опять лопатку. Переходный этап к ягодицам. И теперь всю спину целиком. Прием называется... Можно опять же двойной кольцевой захват сделать. Вот мы делали ладони открытой, теперь лапы леопарда. И теперь прием открыть ключи от шлюзов. Чик, 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 чик. Вращательное движение. Нам важно, чтобы порывистабральная мышца развернулась и отделилась от костей. Вот так в сторону. Следующий прием. Шлюз открыли, вода потекла. Шлюз открыли, вода потекла. Если до этого ключей открывали, то теперь сами шлюзы. Достаточно глубоко и сильно внедряемся в тело человека. Ну, смотрите, насколько человек терпит и готов к этому. Потому что кому-то вообще не больно, а кто-то просит понежнее. Естественно, мы выбираем индивидуальный подход. Опять с крестца кулачком съезжаем. И костяшками пальцев, острием, производим вибрацию по порывистабральным мышцам. Рука превращается в лапу леопарда. Ну, как вы замечаете, все время поднимаю трапецию вверх-вверх. И лапа леопарда. Такое глубокое натирание. Уже пошло покраснение, гиперемия. Переходим на ягодицу. Растираем ее куриной лапкой, когда у нас все пальцы расходятся в стороны, упершись в ямочку между подвздошно-позвоночным сочленением. Вот это такое короткое сочленение. А здесь мы у ягодицы отделяем мясо от костей, от гребня, от крестца и гребня подвздошно-косточки. Далее проходим весь крестец. Глубоко пальчиком такие вот восьмерочки рисуем. Прожимаем точки, не давши отцу. И спускаем лимфу по росту укрепления мышц, по самому гребню и над гребнем. Вот туда в паховую зону. Поменяем позу. Сразу делаем и по рукой. Второй рукой делаем шестеренки. Три прохода между гребнем и вертелем подвздошной кости. То есть три таких дуги. Теперь эти же дуги рисуем кулаком. Проходя глубоко по мышцам. Да-да-да, это бывает местами больно. Теперь вибрация вдоль теперь мышц. Это было до этого поперек, теперь вдоль ягодичных мышц. Доходим до крестца. Крестец можно с утяжелением. И где точка нашего преткновения, опять из-за один, разделяем руки. То есть жестко на него не идем. Ассист отростки жестко не трогаем. Но рядом можно. Разделили пальчики с утяжелением. Захватив ассист отростки, растрясаем их вправо-лево, вправо-лево. Переходим к локтевой работе. Нож входит в масло. Как вы помните, он идет по диагонали над греблем по зажиму кости, захватив еще валик, чтобы не передавливаться по костям. По костям больно. Вторая рука ушла подальше к голове. Рука уже ягодиц, продолжая свою работу с ягодицами. Делай четыре концентрические круга. А правая рука, размяв трапецию, старается ее догнать. Догоняем с вибрацией. Таким образом у нас руки не халтурят, а работают одновременно. В противофазе и с разной амплитудой. Теперь большие мышцы ягодицы. Целиком подняли, растянули, прижали, растянули. И переходим таким образом к работе со всеми локтями уже. Подбитие тазовых костей. Таким образом мы их декомпрессируем от L5-S1 в противоположную сторону. Мышцы спины все целиком локтем с утяжелением разминаются. И заходим глубже. Спиральки рисуем. Опять же пропускаем кочки и плаващие ребра. И вот тут уже можно пороще с ударами в реберно-поперечное сочленение. Лока превращается в рубанок. И мы резко и быстро натираем четырьмя проходами все тело человека. Расплющиваем ягодицы в сторону с декомпрессией. Квадратные мышцы. Широчайшие мышцы. Подняв ее. И трапециевидные мышцы резкими энергичными движениями. Рука сразу переходит в работу. Нашей и широкими параллельными движениями с троллингом мы возвращаемся назад таким образом поперечный. Еще раз шатав человека и его мышцы. Отсюда начинается регата яхт. Если рука падает, пусть висит. Значит между косточкой подвздошной и плавающими ребрами внедряемся и просто растягиваем ее. На один вдох. Дальше дышим и стараемся таким микродвижением раздвинуть реберные сочленения. Предупреждаем человека, чтобы он дышал вместе с нами. Подгонял выстрел, пошла первая яхта. Ягата началась. Второй выстрел. Выдох. Третий и четвертый. Таким образом сделать четыре прохода. Теперь три прохода. Два, один. Раз, два, три. У нас работает все тело. Раз, внедрились в тело. Два прохода. Третий одиночный проход. И растягиваем все его тело. Мягко, мягко, мягко. Начинается более жесткая работа. Установили локоть подзагонали на крестец и подвздошную кость. Вот зацепили сюда кость подвздошной кости. Вторая рука работает по ребрам мимо плавающих. Ребер прошли. Настись на позвонки не даем. И декомпрессируем его вверх. С раскачиванием в противофазе. Третий проход совместили, вернее следующий, два локтя поближе. Уперлись в подвздошную кость. А рука, которая ближе к голове, пошла достаточно жестко, глубоко. И покачиваем, декомпрессируем ему реберно-поперечное сочленение. Ее догоняет вибрационный кулачок. Прожимаем трапецию. Еще раз приподнимаем ее вверх. Еще и еще раз вверх. И переходим конкретно к работе с лопаткой. Эта рука лежит, маневрирует локтем. Туда-сюда, вверх-вниз. Подняли плечо. Размяли передний пучок дельтовидных мышц. Плюс малую грудную мышцу. Растянули лопатку. В одну сторону. В другую сторону. В одну. В другую. Раскрыли лопатку посильнее. И трением еще раз создали гиперемию и разогрели. Пиццевидные мышцы. Переходим потихонечку на разминание. И локтевую технику. Опять такие же делаем сперлевизные движения. С ударами в отростки. Ой, в подлов. Поперечные реберные сочинения. Если где надо, можем сделать с усилением головой. Работаем как маятником. Несколько раз опять тыльной стороной ладони. Подняли трапецию. И установили палец для прохождения точек. Первая точка в криминальном отростке. Вторая посередине трапециевидной мышцы. Третья в уголке лопатки. Вторая еще раз в уголке лопатки. На этом отростке еще четыре. Раз, два, три, четыре. Дальше точек нету. Поднятием за локоть. Промассировали об наш палец. Под лопаточную зону. Трапецию. Прошли сверху вниз по двиганали. Еще раз по волокон трапеции. Теперь идем с вибрацией. С опором в лопатку. Закончили. И мягко расслабив руку, растянули поперечные отростки. За поперечные отростки. Подвоночник, вернее. Для усиления формулы поднимаем руку. И через одну даем другую. Отдохнули. Расслабились. Дадим человеку расслабиться. Нижеверберное сочинение в этот момент. Разводим. Избавляя от нижеверберной нержалгии. И заканчиваем, как всегда, любой участок. Мы постукиванием. По почкам промахиваемся. По ребрам и по трапециям можно достаточно жестко. Мы, в общем, используем все методы поступивания. Похлопывание. Открытую ладонью. Лодочкой с вакуумом. Легкие. Покачивание. Покачивание. И по стряску. Свой помнишь? Под локтем когда? Да. Это я показывал. Свой? Лох на локос. Вот так. А, показывал, да? Показывал. Да, показывал. Другую сторону больно? Другая сторона делается симметрично. Так же. Поэтому я на нее не буду обращать внимание. В следующем видеоролике мы запишем... ... ... ...